всем здравствуйте решил заснять все-таки видео сюжетик про барсука собакой когда я видео не так давно выкладывал в комментариях писали рассказать что как и чего я делал или как делать не помню дословно я написал что сюжетик небольшой сниму думаю ночью идти смысла нету ничего этом не засниму не покажу только также на словах рассказывать здесь все таки на карте хоть немного как-то схематично примерно мои действия будут показаны как шел почему так шел расскажу стараюсь сильно видео не затягивать начну с того что замечал в комментариях я писал сегодня все читали кто смотрит не знаю расскажу то как я делал на охоте и надеюсь что кто-то на ошибки укажет опыта у меня в этом деле мало начну наверно с того что замечал барсук начинает активно вот нашем регионе курганской области подготовку к зиме где-то в конце августа начале сентября последние где-то неделя августа может первая неделя сентября вот две недели сколько я замечал на протяжении многих лет он активно чистить все норы много земли выкидывает некоторых даже подстилку сразу выготовляет и уходит в это раннее время ловить его думаю вообще не целесообразно там еще ему можно два месяца жира нагуливать но вот активность на норах и что вот фотоловушки показали на двух норах были по неделе примерно времени простояли он каждый день ходит сейчас его там вообще нету вот уже две-три недели он там даже не показывается хотя норы вычищены даже не те где именно фотоловушка стояла например на от норок соседний от норок весь вычищен подстилка натаскана все его там нету он ушел вот сколько я замечал и приходит потом либо перед непогодой уже непосредственно перед тем как залегать либо за несколько дней иногда даже по снегу встречал следы что в нору пришел если подстилка заготовленная он в эту же ночь лег например если подстилка не заготовлена приходил там дня за три быстренько все сгребал и ложился затыкал себе и все и редко-редко уже когда потому теперь если была зима затягивалась все-таки мог заново выйти но обычно все и все вот это время когда он нору приготовил уходит активно нагуливать жир это опять же по моим наблюдениям я думаю на самом деле так и есть и пользуется временными норами на которых например даже и признаков не было что кто-то там летом хотя бы раз или два залазил а потом под зиму приезжаешь оказывается нора там пользовано несколько раз например точно либо даже он ее мог тоже попытаться подготовить если он на основной норе кто-то по каким-либо причинам спугнул напугал он уходит ну вот основываясь на этом строил я охоту с собакой такой фрагмент карты сделал непосредственно где все происходило события нор у нас много довольно ну как много количество где норы есть там бугры и колодцы иногда даже посреди поляны может быть нора не обязательно там возвышенности или низинка какая-то бывает просто на ровном месте вырыты в общем чистота таких как бы потенциально правильно так сказать допустимых мест для норы большая то есть например вот так схематично карта он там есть нора за пределами например этого листочка что в кадр вошло он там подстилку уже заготовил я его видел видео там будет в конце этого видео с того места потом в этот угол есть точно две норы там например одна это вот так вот находится одна здесь между ними там расстояние буквально километр до этой норы будет километра 4 есть вот здесь нора иногда зимует иногда не зимует вот здесь есть две норы например которые когда лисами пользуются когда вообще ими никто не пользуется они в заброшенном таком состоянии но иногда там попадает барсук вот в эту сторону есть норы туда есть норы расстояние у нас между ними обычно километра полтора два три некоторые есть ближе есть вместо одно там буквально через каждые 500 700 метров либо кучи 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 и по краю леса например колодцы идут советских времен еще все оставшись то есть от основываясь на это что он может быть где-то вот по вот этим норам сейчас бегает и поля вот на карте видно вот это обработано тут часть обработана вот тут маленькая обработана вот это лес 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 тут колки тут кусты получается где болото где как местность сейчас везде воды нет в этом месте сухо и после захода солнца судя по фотоловушке вот когда она стояла он мог и днем выходить и вечером выходил на фоне была темнота и было фотографии уже батарейка садилась видео она не могла снимать но по фотографиям было видно что раннее утро фотография в черно-белом снимки но фоне бы уже просматривался то есть время такое что он ходит не по часам а как ему видимо удобно мы с гретой выходили после захода солнца часа через полтора до места мне тут грубо говоря час ходьбы был шел в расчете на то что перед этим на коне я проезжал когда пешком прохожу смотрю на признаки например по краю поля порытого бывает либо у нас овес либо ячмень либо пшеница все больше культур никаких не сеет овес сейчас тоже редко тут чтобы можно было пешком ходить но в общем видно поры то заходит он в поле небольшие тропки набитым и монор который он все-таки время от времени пользует признаки попадая трава выбита где-то вот например вот эти вот поля не убираются уже там не пашутся не знаю лет десять там либо мышей он роет либо пчел шмелей лимит пытается добыть то есть признаки и наличие барсука присутствие при есть там пускаю не каждый день ходит но периодически он местности посещать эту местность почти посещает и получается если сейчас он нагуливать будет как я думаю он пойдет все равно где-то в поля который еще либо не убран либо даже там по краю где-то все равно осыпалась что-то ему проще я думаю наедаться в полях и вот грета и мы вышли прошли общем тут поле вот это небольшое вот так вот крест она тут метров 300 длиной то есть расчете на то что вот в районе вот этой норы я думаю он сюда мог прийти здесь прошли мы никого не нашли не почуяли зашли в середину поля вот так вот зигзагом перешли сюда маленького так вот крутнулись и обратно пошли вот в это место и вот в этой проушине мы наткнулись на 2 барсуков шли они направлением например вот как я показывал здесь могла быть нора потенциальная для зимовки но они почему-то давно забросили и редко-редко там очень показывается но во всем шли по направлению они с этой норы шли в проушине как раз поле тут как бы карта такая но тут тоже лес идет выглядит хоть как будто и болото кусты либо вот они шли именно на поле кормиться либо они шли на эти норы либо они шли там другую сторону на норы но факт то что вблизи поля и вот километр тут от этой норы например 700 метров буквально там максимум километр до этой норы тут вообще метров 500 оказалось тут вот еще нора есть тоже там километр максимум до вот этой норы километр расстояние вот такое и побежали они обратно вот в этом направлении обратно как шли пытались убежать кому-то удалось кому-то не удалось но это уже не об этом после этого мы еще с гретой походили походили зигзагами куда хотели идти мы в итоге не пошли уже как бы охота у нас удалось видеокадры мы поснимали мы пошли домой следующий раз примерно в это же время вышли вот на другую сторону где сейчас в кадра нету но смысл такой же что также примерно норы располагаются возможные знаю где точно уже он приготовил нору к зиме я его там не тревожил один раз вот наткнулся он как раз чистил от норок я уехал больше там не показывался пришли с гретой и нашли мы на него наткнулись метрах семидесять о семиста от норы на край поля он тоже шел поля тоже оказалось не убранное еще место у него там болотистое где он живет то есть либо он тоже ходил там от норы к норе либо он шел целенаправленно на поле набирать жир шли мы тоже также примерно зигзагами вот на это поле тоже вот так вот выходил например пройду вдоль леса метров старался где-то там в 200 проходить мимо норы то есть если он думаю возле норы она его и возьмет он успеет убежать в нору если чуть подальше у нее еще есть шанс его остановить и далеко отходить я думаю сейчас смысла нету лучше проходить метров 200 300 мимо норы по полю то опять вот это вот поле например небольшое его можно два раза перейти перейти поперек разделить например в этот угол опять вот так вот зигзагом то что времени не как я думаю определенного сейчас нету в какой он выходит и вот надо вот этот промежуток когда он прошел ей запах чтобы его собака нашла как-то угадать но при том что у нас вот много таких вот мест где он живет для меня мне кажется более правильно именно пройти по мишу округу например посетить там пять шесть например вот таких вот тут бугров там ям в надежде на то что он где-то между какими-то попадет нам на пути если там поля огромные и одна нора например то я думаю есть тогда смысл ходить от нее вокруг нее либо кругом сужаясь либо как вот я бы думаю сделал я бы ходил как лепесточек такой такой цветочка в эту сторону прошел например круг тут отдал в эту сторону сходил опять возле норы и вот так вот мы не знаю кто как делает комментариях напишите подскажите я для себя пока вот так вот помечаю из наблюдений своих небольшого опыта пока такую охоту практикую она очень причем интересно вот как-то вот так к а тут местность короче права наше колено наткнулись под воронам на расчистку нор специально подъехал заснять раз иначе маленько про барсаков рассказывать то еще поделюсь норой норой здесь прям вообще по-серьезному очищено вот короче загреблено причем от этого вроде бы не было последний раз когда я был здесь в округе вот сколько земли вот от норок там трава тут подготовлено греб все из-под куста и так он какой нагреб вот свежие признаки там выделяется вот пятнышки что лазит здесь ничего не ставлю и не знаю наверное не буду ставить так и вот где-то вот здесь вот я его видел вот еще должно быть гора чищеное ехал я также боком он бежал по бугру какой-то от норок вот в этот наверное он тогда залез и потом мы с Гретой тут были недалеко в районе где-то километра сначала сюда подошли опыта у нее еще мало и стрель с барсуками в общем понюхалась понюхалась тут по бугру побегала ни на что не среагировала так этот вот свежий он чистит сегодня наверное то что у нас вчера дождики были земля свежая вот норков много самолова у меня такого количества нету здесь вот вообще земли выкинуто много сильно подстилка заготовлена комками как под себя гребет ждет непогода и ляжет спать это старая тут мы приблизим это старая так но по центру бугра особо нету сейчас спущусь в сторону там тоже такая земли куча была выкинута вот в общем тут тоже вот такой вот вал метров ну 5 то точно земляной выкинута но в это выкинута давненько земля вот есть тоже земля темненькая но это оттуда вот следы что он бегает вот этот норок с этого угла подстилки нету либо еще будет грести и вот тропы в эти от норки здесь обвалившись ход у него копать здесь точно их никогда никто не копал ну вот грубо говоря примерно глубина метр можно вот потом собакой приехать под натаскать собаку норма и такая имеется начал это рассказывать греты в общем тут ходили охотились пытались охотиться в общем наткнуться мы на него наткнулись это в районе километра от этого места может поближе трава высоченная выскочил он от меня под траву вот тропинка под траву а трава вот такая он раз под нее я думаю он стал так вот от нарка смотрится и все и видел что грета нюхается бегает думаю сейчас она его подбежит и как найдет она когда подбежала а темно ничего не видно а он оказался уже побежал это вот похоже под стилкой забита алё 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 привет нет а чё таких тележек но я сейчас лесу я только к плоднику приеду от дома не знаю марина наверно давай заберу я там посмотрю все рачите них конца беру если тебе не надо но ну ладно тогда вот уже травка накидано и в общем грета подбежала давай нюхаться побежала в том направлении а его там и нет оказывается алдея в последний раз видел а там такой ход когда-то когда-то давно лесники видимо пахали у него там как целая дорога и все она по звуку два раза среагировала где он видимо шумел убежала туда на общем метров 150 она 200 от меня убежала побегала побегала так я на звук и никого мы там не нашли в общем ушел он от нас не останавливаясь было бы думаю опыта побольше или две собаки они бы его скрутили все таки ну либо бы днем сколько я вот замечал днем она бежит в том направлении далеко где-то могла бы траву увидеть как шевелится ночью она чисто на звук ориентируется тем более запах для нее он так еще не очень уж знакомы но тренируемся мы что тренируемся как-то вот так вот форох еще маленький у меня для таких тренировок братья его с собой не беру так только в лес вожу да вот пускаю он пока по поросят нам специализируется но на будущий год то он им тут даст то он им даст вот еще тропа может быть ходит сейчас еще пройду погляжу